Снова быть с вами. Возможно, мы немножко изменим наше расписание, вот из того, что мы говорили вам вчера вечером. В четверг вечером, наверное, будет учить и Дэвид, и я. То есть не только я, но еще и Дэвид. И прежде чем мы начнем, давайте помолимся, попросим Дух Святой прийти и учить нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иешуа, который умер на кресте за наши грехи. Мы благодарим Тебя за то, что Он победил смерть, воскреснув из мертвых, и также, что Он послал нам Дух Святой. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Дух Святой с нами со дня Пятидесятницы. И так, Господь, мы просим Тебя, приди и будь нашим Учителем. Открой наши сердца и разум, чтобы мы могли получать от Господа. И мы воздаем славу и честь Богу Отцу, во имя Иешуа. Аминь. Сегодня вечером я буду учить о видении. Сначала я дам вам определение, что такое видение. У меня здесь есть два определения. Первое видение — это необычное развлечение или предвидение. Предвидение — это когда мы видим будущее. То есть, видение — это необычное развлечение. Второе определение — то есть, это уже будет видение. Это когда мы что-то видим нефизическими глазами. Допустим, мы получаем откровение через сон. У кого из вас были пророческие сны? Поднимите руку. Хорошо. Вы можете сказать профетическую сон, потому что он очень очевиден. И вы его не забываете. Пророческий сон обычно можно определить так. Во-первых, он очень четкий и ясный. Во-вторых, вы его не забываете. Это два определения видения. Иоиля 2.28. Мы не будем тратить время, открывая это место, но, пожалуйста, запишите. И в этом стихе сказано, что «Юноши ваши будут видеть видения». А старцы будут вразумляемы с нами. И это будет происходить в последние дни. В последние дни и юноши будут видеть видения, и они будут используемы Богом точно так же, как и старцы были используемы во дни Ветхого Завета. А теперь о важности видения. Видение — это то, что дает Дух Божий. Чтобы передать Божьи мысли людям. Чтобы произвести изменения в жизни человека, или в жизни его семьи, или в целом народе. Я повторю это еще раз. Видение — это тот процесс, который дает Дух Божий. Для того, чтобы передать людям мысли Божьи. И цель этого в том, чтобы принести изменения. То есть Бог дает видение не просто так. Он всегда преследует какие-то цели. И человек, который получил видение, должен узнать, каковы же цели Божьи. И вот подобное развлечение или предвидение может прийти одним из двух способов. То есть это может прийти просто через мысль, которая была вложена в нас Духом Божьим. Или через сверхъестественное вмешательство. Я повторю это еще раз. Развлечение или видение может прийти одним из двух способов. То есть через обычную мысль, которую вложил в нас Дух Святой. Или через сверхъестественное вмешательство. А теперь давайте рассмотрим это из Писания. Амос 4.13. Сегодня вечером мы будем читать много мест Писания. Амос 4.13. Здесь сказано. Ибо вот Он, Который образует горы и творит ветер и объявляет человеку намерение Его. Утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Ему. В английском этот стих переведен не очень хорошо. Потому что в английском там складывается впечатление, что Бог объявляет человеку намерение человека. И объявляет человеку намерение Его. Но одним словом в правильном переводе Его должно быть с большой буквы, потому что это намерение Божье. То есть здесь мы видим, что Бог делится Своими мыслями с человеком. Бог делится Своими мыслями с вами. И со мной. Разве это не чудесно? Он мог бы оставить Своими мыслями при себе. Но Он хочет поделиться ими с нами. Притча 16, 3. Здесь сказано, предай Господу дела Твои и предприятия Твои совершатся. То есть здесь речь идет о наших мыслях. Но если мы предадим Господу наши дела, наши планы, наши пути, тогда наши мысли будут утверждены. И я верю, что Бог также поделится с нами Своими мыслями. Девятый стих. Это очень хороший стих. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. А как Господь управляет нашим шествием? То есть как Он направляет наши шаги? Один из способов через чтение Слова Божьего. Другой способ — это когда Бог делится с нами Своими мыслями. Вчера вечером Дэвид говорил о лидерстве. И это очень хорошая тема, которая связана с верой и видением. Потому что вы не можете быть хорошим лидером, если у вас нет сильной веры и видения. Итак, лидер планирует свой путь или путь для своей общины. Но Господь будет направлять его шаги. И один из способов, как Господь это делает, Он дает лидеру свои мысли. И тогда лидер становится человеком видения. То есть Он занимается этим делом не просто потому, что Он считает, что это хорошая идея. Он занимается этим, потому что Бог вложил эти мысли в его голову. Вот я только что подумала об одном примере. Это очень маленький пример, но все равно пример. Где-то 15 лет назад Господь дал мне видение Идти в школу, в старшие классы по утрам. Это было как раз то время, когда ученики шли на занятия. И есть закон, который гласит, что мы не можем стоять на территории школы и раздавать библейские трактаты. То есть мы должны стоять на улице. И Господь дал мне видение для учеников старших классов Понести им печенье и кофе И перед тем, как они перейдут дорогу, чтобы идти в школу, давать им печенье и кофе И Слово Божье. И однажды мы даже пиццей их угощали. Хотя это было не на завтрак. Мы планировали это перед тем, Мы сказали, когда вы выходите из школы, приходите сюда, и мы будем пиццей и кока-колой для вас. Мы заранее это спланировали. Мы им сказали, когда вы выйдете из школы, подойдите сюда, и мы угостим вас здесь пиццей и кока-колой. И два больших чернокожих парня со старших классов, они подошли и спросили, а зачем вы это делаете? Я ответила, потому что Бог любит вас. И Он хочет, чтобы вы покушали пиццу. Он любит вас. И мы многим ученикам раздали библейские трактаты. И некоторые из них приняли Иешуа как своего Спасителя. И одна из девушек, она десять лет не была в церкви, она только на Пасху ходила. И вот только сейчас, стоя здесь, я поняла, что это было видение. И Бог может дать вам подобное видение. Может, оно будет касаться не старшеклассников. Может быть, вы будете делать это на вокзале для приезжих. Или для людей, которые на Ханук уходят по магазинам. Бог может дать вам видение и благословить его. Каждое небольшое видение важно. И если оно может спасти хоть одного человека, оно важно. И если Бог даст вам какую-то мысль, не говорите, о, ерунда какая-то. Молитесь об этом. И Бог благословит это. А теперь первая Паралипоминант, двадцать восьмая глава. Первая Паралипоминант, двадцать восьмая глава. Соломон наставляем, как строить храм. Девятый стих. Давид говорит Соломону, знай Бога Отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его. И в десятом стихе Давид говорит, смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. Фактически, видение строить святилища получил не Соломон. Давид получил это видение. Вы можете прочитать это с одиннадцатого по тринадцатый стихи. Давид дал Соломону план и чертежи. И в двенадцатом стихе сказано, что все это было получено от Духа Божьего. Иными словами, Дух Святой дал Давиду понимание, как строить храм, а также правила для священников. То есть Давид был человек видения. Он получил это видение. Но он не мог построить храм, потому что он был человек войны. Соломон был избран для постройки храма. И было три вещи, которые были важны для того, кто будет исполнять это видение. Девятый стих. Первое. Знай Бога Отца твоего. Второе. Служи Ему от всего сердца. Или с преданным сердцем. И третье. Служи Ему от всей души. То есть эти характеристики необходимы человеку, который будет воплощать видение. Давид сказал Соломону, знай Бога Отца твоего. Ну, он был отцом Соломона. Давид хотел, чтобы Соломон знал Господа точно так же, как и он. Но сегодня мы также можем сказать, знай Бога, как своего Отца. Если вы пережили отвержение земным Отцом в своей жизни, то это должно быть исцелено. Поэтому молитесь об этом. Чтобы Бог исцелил это отвержение. Чтобы вы познали Его как Отца. Потому что Он любит вас. Он заботится о вас. Он никогда не оставит и не покинет вас. Мой отец оставил меня, когда я была еще маленькая. Но Он сделал это недобровольно. Когда мне было 14 лет, Он умер. И я была оставлена. Потому что Он был слишком молод, чтобы умереть. Но после этого я познала Бога, как своего Отца. И неважно, оставил вас Отец добровольно или недобровольно, вы все равно можете познать Бога, как Отца. А теперь давайте перейдем к сверхъестественному вмешательству. А у вас есть Ветхий Завет на Иврите? А можете его взять? Для меня. Я имею в виду, для вас. Это не будет для меня. Я не смогу читать. Давайте откроем Иеремия, первая глава. И мы увидим, что Иеремия увидел видение. Иеремия видел много видений. И Исайя, Иезекиил, Даниил видели много видений. И мы прочитаем Иеремия, первая глава. Let's turn to verse 11. And would someone in the Russian please read verses 11 and 12. Пожалуйста, кто-нибудь прочитайте 11-12 стихи. И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия, и сказал, вижу же звук миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я возраст твоим над словом моим, что вас скоро исполнилось. Спасибо. Now, the word of the Lord came to Jeremiah, and Jeremiah sees a vision. What did he see? Что он увидел? Да, ветку миндального дерева. It's very important, it was an almond tree. Очень важно, что дерево было миндальное. The almond tree was considered the first tree to wake up at springtime. Считалось, что миндальное дерево первым просыпается весной. And then the Lord said, you've seen well, Jeremiah. For I'm ready to perform my word. Now, Dima, what is the word, Hebrew word for almond there? А какое еврейское слово используется на слово миндальное? Шакет? Шакет? Okay. So the word for almond is шакет. Then when the Lord said, I am ready, what is the Hebrew word for ready? А когда Господь говорит, я готов, какое слово там готов? The same. Is it there one letter difference? А нету там одной буквы разницы? Шин, син, ну, сокет. Шакет. То есть совсем одинаковая или одна буква друга? Шакет. А ударение? Ударение друга. А второе слово шокет. Yeah, something is different there. Okay. There is one letter different in that word. Ну, то есть одна буква другая в этом слове. The way it was pronounced to me in English was shakat and shaket. Ну, вот мне по-английски сказали так, shakat и shaket. So the Lord is doing a play on words here. То есть здесь Господь использует игру слов. He says, Jeremiah, what are you saying? Он говорит, что ты видишь? And Jeremiah says, I see shakat. Иеремия говорит, я вижу shakat. And the Lord said, I am shaket. А Господь говорит, я shaket. I'm ready to perform my word. Я готов исполнить мое слово. Now, you know, did you know that God has a sense of humor? Знаете, у Бога есть чувство юмора. He does. He loves to do things like this. Да, он любит делать подобные вещи. Now, why would he do that? А зачем он это делает? Well, if you study to be a teacher, you know, you learn that children learn better when they associate things. Но если вы учитесь на учителя, то вы узнаете, что дети запоминают материал лучше, когда они могут его с чем-то ассоциировать. The Lord was associating the almond tree with him being ready. И здесь Господь ассоциирует миндальное дерево с тем, что он готов. Now, the Lord said in verse 12, I'm ready to perform my word. But what is the word he's getting ready to perform? И в 12 стихе Господь говорит, что Он готов исполнить Своё Слово. Но какое же Слово Он готов исполнить? Вот здесь посещение Библейского института вам поможет. Потому что если вы посещаете Библейский институт, то будете знать, где искать это Слово. И это Слово находится во Второзаконии, 28-й главе. Давайте откроем Второзаконие, 28-я глава. И давайте посмотрим на 15-й стих. Я бы хотел, пожалуйста, кто-то читал, что кто-нибудь читает, что кто-нибудь читает, в 15-й стих, кто-нибудь, пожалуйста, прочитайте. Если же не будешь слушать глаза Господа Бога Своего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сиит и постигнут тебя. Итак, Второзаконие, 28-я глава, это глава, в которой говорится о благословениях и проклятиях. Благословения за послушание, проклятия за непослушание. Если хотите это запомнить, представьте себе месяц январь. Сколько дней в феврале? 28, обычно. То есть можете такую ассоциацию провести. Второзаконие, 28 и февраль. Это поможет вам запомнить, где находится глава с благословениями и проклятиями. Но мы еще не закончили с этой главой. Двадцать пятый стих. И кто-нибудь прочитайте двадцать пятый стих. И пожалуйста еще, Борис, прочитайте тридцать третий стих. Ты земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал. И ты будешь только притесняем и мучим во все дни. И еще тридцать шестой стих. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои. И там будешь служить иным богам, деревянным и каменным. Это было написано Моисеем. Это было пророчество о пленении. О каком пленении? Бабилон. Бабилон. Коррект. Моисеем дали прописание о пленении Бабилона, которая пришла к народу, если они обидели Бога. Моисей пророчествовал о вавилонском пленении, которое должно было прийти народу в случае их непослушания Богу. И в Еремии, первая глава, двенадцатый стих, Господь говорит, я готов исполнить свое слово. То есть, какое слово он собирается исполнить? Он собирается привести чужой народ на Израиль, который уведет их в плен. А теперь давайте вернемся к Еремии, первая глава, тринадцатый стих. В тринадцатом стихе Господь спрашивает Еремию, что ты видишь? И Еремия говорит, вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лице его со стороны севера. И кто-нибудь прочитайте четырнадцатый стих. И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Итак, бедствие грядет с севера. Враги Израиля всегда приходили с севера. И это был первый раз, когда весь народ был уведен в плен. Как вы думаете, что чувствовал Еремия, когда получил это видение? Как вы думаете, что он чувствовал? Апсет? Да, печаль. И Еремия была сказана, что он не должен жениться и он не должен иметь детей. Потому что это были дни великого бедствия. Но также Ему было сказано купить кусок земли в Иерусалиме. Как знамение веры. Что они вернутся в эту землю. И Еремия получил это видение, и ему было сказано, идти к царю и сказать царю, не сражайся с Новохадоносором. Но если вы читали книгу Еремии, то вы знаете, что царь не был благодарен Еремии за это слово, и он бросил его в яму. Мы уже сказали, что Бог дает видение во время, когда наступают изменения. И это было время важных изменений в истории Израиля. Теперь конец девятнадцатого стиха. Иеремия первая глава. Господь сказал Иеремии, я с тобою, чтобы избавлять тебя. Это после того, как Бог сказал Иеремии, идти и всем объявлять это видение. И царю, и священникам, и князьям, и народу. То есть, если Бог дает свое видение кому-то, то Он поддержит этого человека. А сколько времени у нас осталось, Павел? Тен минут. Спасибо. А теперь давайте откроем Деяния апостолов и рассмотрим еще некоторые видения. Видение из Ветхого Завета мы можем рассматривать целую неделю. Потому что именно так Бог передавал свои мысли пророкам. Мы не будем читать стихи из Деяния десятой главы, но я хочу, чтобы вы это место записали. С девятого по шестнадцатой стихи это видение, полученное Петром. Я думаю, что мы все знакомы с этим видением, оно очень известное. Петр в полдень поднялся молиться на крышу дома. Это было обеденное время. Хозяйка готовила ему обед. И он впал в выступление или в транс. И он в видении увидел, как с неба спускается большое полотно. В котором находились разные нечистые животные. И затем Господь проговорил к Петру. И сказал, Петр, поднимись, заколи и ешь. И похоже, что любимым ответом Петра Господу было нет. Обычно он всегда говорил, нет, Господь, нет, Господь. И здесь он снова говорит, нет. Он говорит, нет, Господь. Я никогда не ел ничего нечистого. И Господь проговорил к нему во второй раз. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. И сколько раз это повторялось в 16 стихе? Три раз. Если вы получаете сон или видение больше одного раза, то это важно. Обратите на это внимание. Я уверена, что вы это уже делаете, но я бы советовала вам записывать такие сны в тетрадь. А потом молитесь и спрашивайте у Бога, что вам с этим делать и что это значит. Для истолкования видения всегда нужно понимание. Поэтому просите Бога дать вам понимание. Итак, понял ли Петр? В 17 стихе сказано, что он думал сам в себе, что же значит это видение. В это время у ворот стояла группа людей, посланных Корнилием, которые искали Петра. Они стучали в дверь. И в 19 стихе, между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя. И Господь сказал, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь. А зачем Дух Божий сказал это Петру? В чем он должен был сомневаться? Кто-нибудь знает? Кто хочет сказать? Кто хочет сказать? А в чем Петр должен был сомневаться? Ну, он должен был сомневаться. Ну, он должен был сомневаться. Правильно. То есть, евреям не разрешалось идти в дом к язычникам. Помните сотника, который пришел к Иисусу и сказал, мой сын болен, но я не достоин, чтобы ты вошел в дом мой. Этот человек был римлянин, и он был язычник. И Иисусу не нужно было заходить в дом этого сотника. Он просто сказал ему, иди домой, твой сын будет жить. И как только Иисус сказал эти слова, сын исцелился. То есть, здесь мы видим, что грядет изменение. Но это хорошее изменение. Хорошее изменение. Бог включает язычников в свое царство. То есть, дает им часть в своем царстве. Но это было большое изменение. И оно создало много проблем. То есть, были разногласия и споры. И в послании к Галатам Павел пишет им, почему вы стали настолько глупы? Вы поверили в Христа по вере, а теперь пытаетесь продолжать делами. Потому что еврейская теология о спасении делами не сразу ушла. И, как я уже сказала, это видение показывает большое изменение в работе Бога с людьми. И когда мы получаем подобное видение, то здесь необходимо смирение. На этом мы остановимся. После перерыва мы вернемся к Деяниям Апостоли. И откроем Деяние 13 главу. И продолжим после перерыва. Продолжение следует...